привет с вами кости и саша здорово саш здорово ребят здорово кости да и сегодня мы поговорим наверное одну тему не будем обсуждать какие-то новости мы пытались на самом деле посмотреть что творилось в нашей стране и за рубежом ну и кроме на самом деле падение самолета терроризма и остального ничего такого веселого не было и смешного поэтому мы не стали затрагивать ничего такого глобального горячего поэтому давайте поговорим о такой новости как который буквально недавно проскочила саша ты может быть слышал или нет что фил спенсер это глава xbox заявил возможности улучшения текущего поколения консолей и как вообще про это новость да я что краем уху слышал и насколько я понимаю суть в том что глава xbox фил спенсер то есть в общем то да там глава подразделений вот захотел видео немножечко улучшить и без того в принципе неплохие консоли как я считаю да это xbox и ps4 потому что ну видимо я не знаю может тебе там более знакомы причины этого поступка может они деньжат хотят срубить или что так вот да недавно была презентация и суть такая что он хочет как-то более ты сам уже знаешь что многие вы знаете ребят что ноги эксклюзивы xbox и уже утекает вовсю на пк что вызвало немало бадхерта у тех же кто покупал quantum break и тут недавно скандал с тем что quantum break не идет вообще даже там не 900 пеней 1080 а вообще 720 и там очень хорошенько припекает и он обсуждал такую тему что ему очень был бы интересно возможность не дожидаться выхода следующего поколения а уже улучшать текущее поколение до нового железа хотя тоже непонятно как это он видит ну не будет же он там не знаю в каждую коробку с xbox он вкладывать отвертку чтобы ты разбирал и вставлял какое-то железо хотя свое время попытки улучшения консоли уже было нинтендо подобную тему хотела сделать там составляющихся картриджем но эта тема как-то не очень зашла да и проблемы были тогда с маркетингом по продвижению данного продукта и на всей этой волне буквально на прошлом деле к атаку заявил что playstation якобы sony работает над playstation четыре с половиной но и и так окрестили четыре с половиной на самом деле это все слухи но якобы данная версия будет с более мощной графической составляющей для того чтобы тянуть игр в 4к но я скорее всего думаю что на самом деле это будет сделано для того чтобы как вы знаете уже полный уже наступила предпродажа playstation vr я скорее всего думаю что это будет сделано для того чтобы не необходимо не нужно было покупать отдельный блок для playstation vr а сама уже сама как консоли тянула скажем вот этот дополнительную реальность потому что ну это для разработчиков будет не очень удобно и выгодно делать разрабатывать игры под разные экосистемы потому что все таки когда есть одно железо работать с этим проще сам саша вообще по этому поводу думаешь тебе хотелось бы улучшать текущее поколение просто я не очень понимаю да вроде ты покупаешь консуля это абсолютно нормальным когда ты там шесть лет спокойно не играешь не и не паришься блин ну вот с этими улучшениями ты сам вообще твоя позиция по этому точке я вообще да я тоже не особо секунд эту тему потому что не очень понятно то есть ну хорошо были там на концу и что там xbox 1 до вышел потом xbox 360 потом xbox one что касается соники здесь соответственно 1 соник 2 соника 3 соника они были и у каждой из консоли был определенный цикл жизни то есть там по 7 лет в среднем да там 6 7 и получается сейчас что значит ребята говорят что бренд что это но ребят давайте придумаем короче промежуточную консоль то есть во первых порушить а как бы весь цикл жизненный б заставить разработчиков соответственно переключаться между видами консолей и таким образом во первых времени нужно будет на адаптацию там одну и той же игры как вот сейчас например там были проекты промежуточная там на ps3 на xbox one на xbox 360 на ps4 одновременно выходили понятное дело что это в четыре раза больше времени затрат в сравнении с тем чтобы например допилить проект на ps4 и xbox one только для этих коленей то же самое и здесь то есть будет вообще полная бредятина потому что многие вообще даже что-то до конца не получили там не изучили потенциал этих текущих консолей и мы кстати видим это на примере там роликов дневников разработчика uncharted и поэтому как бы но это честно говоря супер тупая идея вообще вот в текущем жизненном цикле что-то делать прерывать его и вставлять какую-то промежуточную непонятную консоль то есть но это в принципе в стиле майков честно говоря кстати помнишь прошлом году как раз таки все ожидали такую вещь как выход и релиз слим версий то есть как раз таки тема очень сильно усолилась в инете да и на е3 все ожидали что сони и микрософт анонсируют свои новые версии так скажем облегченные консоли но этого не произошло и вот да буквально даже года не прошло а как какие-то моменты очень сильно изменились то есть в начале тут все ожидали слим версия теперь вообще все говорят о том что будет и возможность вообще улучшаться но и я пока честно вообще не представляю как это будет происходить даже если гипотетически они это потому что на самом деле это добавит на технических сложностей для конечного пользователя потому что все-таки консоль я люблю за то что блин я купил поставил подключил к там монику телевизору я не парюсь в течение там пяти-шести лет я не заморачиваюсь по поводу графики всего остального потому что ну мне в первую очередь интереснее игры играть а не гнаться за графоном или так далее естественную графу хорошо что он когда есть он развивается но для меня это на самом деле не первостепенно и возвращаясь обо всем этом тут кстати вот сегодня разработчики найти док выложили видео разработку видео по разработке анчарта 4 и как раз таки хотим возвратиться вообще возможностям текущего поколения потому что смотришь блин ролики мы играли в бетку анчарта ты я скажу что блин графику прям ну очень круто я считаю что я не знаю я пока аналогов не могу привести потому что вспоминая то какой технологический прорыв в плане дела анчарта 1 2 3 я думаю что 4 прям очень круто бомбанет учитывая что выход уже вот 10 мая посмотрим что будет но я прямо в очень большом ожидании саш вообще вот твои по тем роликам что ты видишь все таки ты сейчас все-таки не поиграл немножко в анчика тебя чё-то я проиграл в том-то дело что поиграл только успел поиграть в первую часть анчика это на максимально сложно стал сразу проходить то есть ну как бы некоторые моменты ввиду того что с ним принесли привычка наверное я не заступариваюсь и я не могу интенсивно проходить игру так чтобы увидеть там вот все красоты вот как в режиме прогулки то есть идешь там по локациям все это чекаешь смотришь блин там офигенно короче с сюжетом там с юмором все в порядке за счет того что я играю на харде сейчас там сразу да ну честно говоря мне не очень комфортно сейчас то есть в плане скорости прохождение то есть я еще даже там вторую часть начинал там на третье даже не говорю при том что и беру это еще только половину прошел вот соответственно как бы сейчас хочу до выхода все-таки четвертого анчика успеть пройти всю серию чтобы во-первых посмотреть эту красоту на ps4 а во-вторых в общем-то быть готовым дайте сюжета да 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 все таки четвертая часть она будет себе явно будет отсылки ко всем трем частям поэтому да действительно да и вообще в принципе я тоже очень большим ожиданием поэтому блин на самом деле потенциал на данный момент он только-только считайте только третий год сейчас пойдет текущее поколение потенциал только начинает раскрываться и есть много к чему стремиться я на самом деле ожидаю что этот год вообще очень горячий на выход до помнишь мы сидели смотрели там столько новинок выходит это прямо ну какой-то огнище действительно но разработчики уже вошли в свой такой очень конвейерный цикл и возвращаясь ко все это на самом деле вот чего я больше действительно жду это вот как раз таки недавно все начиналось обсуждение на самом деле это уже очень давно обсуждается о кроссплатформенности о том чтобы можно было в какие-то игры игры играть допустим там с владельцем тот же самого сейчас мы division играем я с удовольствием поиграл бы с чуваками который играет на конт ну на xbox например по сути-то без разницы ну главное чтобы серваки были объединены и технически это поддерживаться со стороны разработчиков вот естественно мне не хотелось бы там играть с владельцами pc здесь это просто обусловлено другой потому что там читаешь тоже самое reddit у них есть большие проблемы с читерами поэтому в этом все-таки плюс есть серваков там когда ты играешь на консолях вот и кроссплатформенность вот сейчас об этом говорят многие разработчики и как раз rocket лига сейчас точно выпустят патч где будет поддерживаться уже кроссплатформенность между пока версии и xbox версии и sony тоже к этому подключились я думаю что все таки в эту сторону стоит вот как раз в эту в эту сторону улучшение комфортности игры стоит развиваться они говорите какие-то там технических приблудок истерии там четыре с половиной версии так далее то есть для меня это менее интересная вещь нежели вот играть там возможность играть кроссплатформенно то есть надо куда больше развивать фишек потому что я с большим удовольствием сейчас жду фишку как remote play когда можно играть там я не знаю включиться с мака своей сонки и играть а не только как-то допустим на винде и так далее это вот я ожидаю таких вещей да и вообще сейчас прошивка 350 там очень много принесет и тоже xbox не стоит на месте развивается у тебя вообще у самого саша какие там пожелания и мысли по этому поводу ну смотри опять же по поводу вообще развитие там текущего поколения да и прошивок и всего остального тут конечно прошивка было бы вообще не лишнее потому что надо бывает так что пример там на работе есть какое-то свободное время до которое там не знаю там полчаса час да ты сидишь там особо заняться нечем да я с удовольствием подключился к своей соньки которые находятся дома пошпилил бы не знаю там в джанчик и что-то еще да и это было бы действительно круто но блин на что касается основных там то есть остальных моментов принципе радует что sony хотя бы допиливает консоль до этими изменениями патчами там всем остальным не могу сказать за там за xbox там по консоли от майку потому что он честно говоря не сталкивался и особо как бы опыта нет с ней поэтому основное по соньки до радует что там с момента там его приобретение консоли она конечно прогрессирует там довольно таки интенсивными темпами но и по поводу кросс-платформенности кстати ввиду того что там недавно ребята сказали что ну как бы это давайте ка мы замутим кросс-платформу причем а между пока между ps4 потому что sony уже также поддержал эту инициативу и xbox one вот это было бы конечно круто особенно с учетом например возможности выбирать между там то есть если ты играешь на playstation да там и xbox one ты можешь отфильтровать тех додиков которые играют на компе и спокойно шпилиться с там с чуваками которые находятся в аналогичных условиях с точки зрения управления ну вот это конечно было бы правильно сам чудо мыши думаю я на самом деле думаю уже услышать пишите друзья в комментариях сами что вы на самом-то деле думаете интересно ваше мнение о том круто это или не круто возможности улучшения технического текущего поколения консолей вообще что вы думаете про слухи которые уходят вокруг по поводу там playstation четыре с половиной явно там возможно что-то и xbox раз заявляются ну и вообще как что вам интересно что вы ждете текущего поколения потому что все таки скоро е3 посмотрим что будет так что пишите ваши мысли комментарии с удовольствием обсудим их и возможно что-то в следующих версиях выпустим что будем закругляться да я думаю можно закрулиться на этот раз и услышимся увидимся в следующих выпусках ребят всем пока всем пока ребята такая е Play е приблизил и Продолжение следует...